Добрый вечер! Я рад приветствовать вас в эфире передачи Круглый стол с Рахимом Ушагбаевым. 29 октября президент Касымжамар Токаев, выступая на совещании по социально-экономическому развитию Алматы, запретил строить горнолыжный курорт на территории урочища Кокжайляу, очередной раз поддержав общественность, которая беспокоена возможной утерей уникального природного урочища Тенчанский хелий и яблонь Сиверс. Он также назвал вопиющим факты вырубки яблоневых садов Алматы, назвав это недопустимым варварством и тут же объявил первому заместителю Акима Алматы выговор за брошенные на Коктюбе саженцы. Теперь у правительства есть поручение увеличить компенсационную высадку с пяти деревьев за каждое вырубленное до 80. О том, как бережно относиться к природе, мы сегодня поговорим с нашими гостями, заместителем председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Марленом Сосисбаевичем Айнабековым и предпринимателем Герланом Маратовичем Аспановым. Добрый вечер, спасибо, что нашли время прийти в наш эфир. Давайте начнем с темы лесов. В 1997 году, 22 года назад, идея Ельбасы создать вокруг города Астаны зеленый пояс, которые должны стать легкими столицей, воплощена в реальность. И сейчас, насколько я понимаю, 87,8 тысяч гектаров леса высажено вокруг столицы и к 2023 году планируется довести показатель до 100 тысяч гектар. Это вот такой зримый, очень интересный показатель, наверное, уникальный проект в регионе, который показывает, что при наличии политической воли, при наличии достаточных вложений, можно менять наш природный ландшафт. Вот Марлен Сосисбаевич, как у нас сейчас обстоят дела с лесами в Казахстане? Ну, с лесами в Казахстане у нас разработана определенная программа, по которой мы высаживаем леса. Кроме того, вы сейчас сказали про Джас Ваймах, именно зеленый пояс города Астаны. Такие пояса мы разработали пошаговый план с акиматами областей, то есть вокруг областных центров будут высаживаться тоже зеленые пояса. По аналогии с опытом Астаны? Да, по аналогии с опытом Астаны. Это программа разработана с 2018 по 2030 год. Ну, на сегодняшний день мы уже эту акцию, вообще эта акция посадки, посадка деревьев началась с 2013 года. И на сегодняшний день уже более 940 тысяч деревьев высажено по этой акции. То есть это и жители крупных городов Алматы, Астаны, когда в этот день высаживаются свои деревья. Ну, в этом году с июля месяца мы начали акцию Брыгетта за Казахстан, в которую включили не только очистку, экологическую очистку, очистку водоемов от сетей и посадку деревьев. Ну, в этом году было высажено, приняли участие в посадке деревьев 250 тысяч жителей, высажено около миллиона деревьев, акцию поддержал наш президент, он сам лично участвовал в посадке деревьев. Но по лесам ежегодно мы высаживаем 53 тысячи гектар земли, хотя у нас объемы и раньше достигали до 80 тысяч, но сейчас связано с финансированием, мы в дальнейшем планируем увеличить. А вот эта акция, которая в этом году случилась, объявлена, что в период акции посажено около миллиона деревьев. Жасыл Казахстан, если не ошибаюсь, инициирована вашим министром Макзумом Мирзагалиевым. Она требует бюджетных ресурсов, или это больше гражданский активизм? Нет, это больше гражданский активизм у нас, для этого мы выделили посадочный материал. У нас на сегодняшний день более 250 питомников, на которых выращивается посадочный материал. С нашей стороны были выделены деревья, и уже добровольно были высажены эти деревья. Ерлан Маркович, мое внимание привлек ваш пост, в который я категорически разделяю, в отношении беспокойности по изменению природных ландшафтов. И вот что интересно, вы делаете конкретные предложения. Почему бы не начать высаживать деревья около каждого населенного пункта, начиная с одного гектара, потом десять и так далее. Можно местное население занять, и это недорого. Во-первых, я хочу сказать, что это действительно очень хорошая инициатива, которая сейчас реализуется вокруг столицы, зеленый пояс. Я считаю, что нужно делать такие зеленые пояса не вокруг каждого, не только вокруг каждого областного центра, а вообще вокруг каждого населенного пункта, райцентра, поселки. И можно эту программу вменить Акимом как реально государственную программу. Начинать опять-таки с одного гектара вокруг одного села, потом расширять и так далее дальше. Что касается финансирования, понятно, что это требует денег. Но здесь же можно говорить о разного рода посадочном материале. Можно посадить и 20-сантиметровый саженец, все я не знаю. И здесь гораздо важен уход постпосадочный. Как минимум нужно поливать, поливать 3 года. Но если мы говорим про стоимость подобных акций, мы можем примерно прикинуть, во сколько это обойдется? Смотрите, саженец может стоить 10 тысяч тенге, а может он стоить 500 тенге. Вот и смотрите. Поэтому меньше дерева будет, меньше саженец, понятно, он будет дольше расти, точнее дольше ждать, пока он вырастет до каких-то размеров. Но зато это будет в разы дешевле, в десятки раз дешевле. И можно охватить гораздо большие площади. Мы же все-таки, когда говорим о лесах в нашей стране, я уверен, что нужно говорить о перспективе в десятки лет, сотни лет. Но никак не завтра, послезавтра. Хорошо. Что касается моего предложения, я сразу скажу, я не эколог, и экологического образования у меня нет. Я просто здесь рассуждаю с точки зрения здравого смысла. Во-первых, леса, деревья сами по себе, это то, что прекрасно накапливает и сохраняет воду в почве. Если будут леса, будет накапливаться зимой снег, как в виде снегозадержания. Весной эти талые воды будут питать реки. Например, в Центральном Казахстане Нура и Ешим на 80% питаются талыми водами. К осени они все милеют. Поэтому здесь, с одной стороны, мы сажаем леса вокруг каждого населенного пункта. Со временем количество этих лесов должно увеличиваться. Потом мы берем реки. Для начала возьмем Нура и Ешим. Нужно углублять русло рек. Нужно расширять и углублять поймы. Тем самым объем воды в этих реках будет увеличиваться, накопленный за счет талых вод. Она не будет уходить потом туда дальше, на север. В конечном счете, все эти воды впадают в Ледовитый океан северный, чтобы понимать. Будет больше воды. Дальше мы говорим об экологии, о комплексном понятии. С одной стороны, леса, очищенные углубленные реки, большее количество воды, накопленное в реках. Дальше переходим в флоре и фауне. Рыба, которая должна жить нормально в наших реках в достаточном количестве, которую мы все-таки нещадно истребляем. Это рыба, по идее, должна поедать те водоросли, которые образовались осенью этого года в наших реках, водохранилища Астани. Вы описываете сейчас экосистему, что все друг с другом взаимосвязано. Это есть мое предложение, то, о чем я говорю. Вот я был, например, в Финляндии этим летом. У них очень много туристов, которые приезжают именно порыбачить на финские озера. Они вылавляют очень много рыбы. Но один день рыбалки стоит около 10 евро, лицензия. И финны осознанно платят эти деньги, и туристы тоже. Потому что, понимая, на эти деньги идет восстановление биологических рыбных ресурсов. В принципе, вот эти три инициативы. Леса, углубление рек и восстановление рыбы через, опять-таки, хотя бы через лесозионный сбор. Давайте чуть подробнее поговорим, разберемся с лесами. Каков текущий показатель лесистости, какие наши амбиции? На сегодняшний день я полностью коллегу своего поддерживаю, что нужно высаживать поймы на леса. И эта программа у нас уже работает. На сегодняшний день создан Ильибалхашский резерват. Один из моментов, который это восстановление турангового леса, который растет вдоль реки Ильи. Такого леса? Или Балхашский резерват. Туранговые леса. Да, туранговые леса. Это восстановление флоры и фауны идет. Это, наверное, есть сейчас программа, которая говорится по тигру. Но основной подоплеку это было на наше, это восстановление леса и восстановление флоры и фауны реки Ильи. Ну, здесь, конечно, если говорить о лесистости, то лесисты в Казахстане составляют 4,7%. Половина, почти 49% это саксовое насаждение. На сегодняшний день у нас очень большая проблема, это Аральское море. На сегодняшний день мы по Аральскому морю ведем определенные работы по высадке саксового на дне Аральского моря. Нами создан при Казалинском лесхозе питомник с выпуском около 4,4 миллиона саженцев, которые высаживаются. На сегодняшний день 91 тысяча гектар Аральского моря. Нами уже посеян саксового, где показана хорошая приживаемость. А вот для сравнения, прошу прощения, в Узбекистане, я слышал, что Узбекистан взял исключительно абициозную программу по засадке на Аральском море. Я в субботу приехал из Узбекистана, где у нас проходил форум именно по Аральскому морю, это и по облицению дна Аральского моря. Да, у них был большой проект, в котором они буквально за 6 месяцев высадили 410 тысяч гектаров земли. Из них 310 гектаров это осенец. Во-первых, у нас система идет по-другому. Мы первый год готовим почву, то есть мы готовим борозды. Эти борозды, в связи с попаданием снега и влаги, они уже меньше засоленность имеют. И потом уже начинаем, в эти борозды мы рассаживаем саженцы. Например, в этом году за 2018-2019 год, вместе с проектом службы лесного хозяйства Кореи, нам было высадить 10 тысяч гектаров, которые показывают очень хорошую прерываемость. Можно сказать, правильно я понимаю, прошу прощения, перебью. Узбекистан высадил более чем в 4 раза больше, чем Казахстан. Ну, я вам скажу, что у них было полностью, было мобилизовано все лесное хозяйство Узбекистана. Были выделены большие финансы, начиная с авиации. Но это не факт, что это все приживется. Но все равно, амбиции есть. Амбиции есть. И вот буквально в этом году, начиная с зимнего периода, они планируют высадку около 600 тысяч гектаров. 600 тысяч гектаров. У нас 91 тысяча. Нет, у нас мы высадили 91 тысяча, именно не сеяцами, а посадки. Хорошо, 410 посеяли, они 600 тысяч высадят. Будет свыше миллион 110 тысяч. Здесь я вам еще раз повторюсь, что прежде всего, чтобы высадить, можно сеянницу вот так раскидать и посадить просто. Вы ждаете, какой же показатель приживаемости? Ну, я с Узбекистан стороны не могу говорить, но мы обычно на такой почте приживаемость, если это очень хорошее приживаемость, это 65-70%, но на соли буквально 25% получается у нас. Но здесь мы определенную работу сейчас ведем, и мы будем ее продолжать по высадке имени Сахсового. Я просто к чему хочу подвести, если можно, на такой правах дискуссии. Вот этот пример с Узбекистаном, он очень показательный, то есть мы не будем в детали технически углубляться, но финансовые возможности Казахстана в некоторой степени выше. Если брать в авральном режиме, здесь надо к этому вопросу подойти очень серьезно. То есть и научно, и полностью отработать. Это хорошо, мы просто сеем, забросим, а проживется, не проживется, это уже второй вопрос. Безотносительно орала, я какой вывод хочу сделать, что мы очень ценим ту работу, которая ведется государством, в частности комитетом по увеличению лесного фонда. За годы независимости на 24%, если не ошибаюсь, прирост лесистости. Значительную часть это сексуальные леса, леса, лесу рознь. Но можно еще больше, наверное, да? Ну, мы над этим работаем и будем работать. Я сейчас еще раз повторюсь, это, во-первых, зеленые пояса, и, во-вторых, это высадка деревьев вдоль. В мире идут споры в отношении антропогенного влияния. Я вот как простой обыватель на примере своей жизни, своего опыта вижу, что на самом деле природный ландшафт, антропогенное влияние очень сильное. То есть я помню, в Павлодар можно было ездить раньше, в ресторанах покушать стериль, сейчас такое невозможно. Вот раньше мы обязательно привозили там икру, покупали в магазинах, сейчас тоже там это невозможно. Но мы видим, что там мор рыбы случается, айгаки мрут. То есть все-таки, мне кажется, мы, человечество в целом очень сильно недооценивает и не предпринимает достаточных мер по сохранению биоразнообразия. И здесь необходимо, наверное, какое-то... Какие решения могут быть? Ну, я думаю, что человечество очень хорошо осознает, что антропогенное влияние на природу существует. Вот. И, во-первых, это прямое влияние через промышленность. Но степень его критичности. А второе, я думаю, что это влияние прямо пропорциональное количеству населения на планете. Чем нас больше, тем больше мы оказываем влияние. Потому что человек вокруг себя все съедает, вытаптывает и так далее. Но можно же ограничить всего. Мое мнение следующее, что если человек может негативно влиять, где-то осознанно, где-то неосознанно на природу, то точно так же может влиять и позитивно. Вот пример тому, посадка, искусственная посадка лесов. От столицы самый ближайший лес, лес, естественно, это Коль, 100 километров. Но сейчас мы доказали, что вокруг вот здесь была голая степь, но сейчас уже есть лес. И он нормально растет, хорошо. Здесь другой пример. Например, Караганда, 200 километров от столицы, от Руссултана на юго-восток. Там вокруг Караганды растет прекрасный сосновый бор, который высадили, я думаю, лет 60 назад. Прекрасный, красивый лес растет. И дай бог еще будет там лет 200 расти. Поэтому человек может как отрицательно влиять, так и положительно. Поэтому нужно просто... Хорошо, вы согласны с моими подзрениями, что здорово, что мы все это делаем, но можно еще больше делать? При желании, конечно, можно делать. В разы больше? Как, допустим, там... Для этого нужно, во-первых, желание. Желание. Нужна какая-то воля. Нужны ресурсы. Я с этим согласен. Нужно желание. И нужно, во-первых, работать с молодежью. Это начиная со школьной скамьи. Нашим детям надо привлечь, что такое природа, что такое... И что с ней... Ее надо беречь. К примеру, у нас в национальных парках, мы сейчас разрабатываем программу, это школьное лесничество. Где ребенок практически и теоретически изучает... Вот, например, есть дети, которые даже находясь в той же Алмате, не были в горах. Не видели, как растет эта елка. Не знают, какие животные там... Они сейчас все заняты компьютерами, айфонами и так далее. То есть, одна из этих работ... Она нами ведется. Я там все соглашусь. Вот тоже, опять-таки, ссылаясь к своему опыту, я все-таки учил в советской школе. У нас был отдельный предмет природоведения. И были обязательно... Ребенок, мы считаем так, ребенок, который посадил дерево, он не пойдет в лес и не сломает ветку. И сейчас у нас это есть. И мы в дальнейшем хотим это дальше развивать. Это, если вы помните, если вы учили в советское время, тогда были практические занятия, когда вывозили на природу, мы сажали и капусту, и картошку, и деревья сажали. Собирали гербали. Да, собирали гербали. Ну, здесь со своим оппонентом и со своим коллегой я тоже скажу, что вот по той же рыбе, да, но сейчас у нас одна из программ, это переход от промысловок к товарным промысловок, то есть по аквакультурам, да. Ну, вот, например, с 90-го года, когда с Айга было всего 20 тысяч голов, мы на сегодняшний день довели до 334 тысячи голов. То есть это человеческий фактор, который вот мы ведем борьбу с браконьерством, смотрим за ней, и она растет. Еще раз цифры повторите, пожалуйста, с 20 тысяч, с 90-х годов, когда мы полностью перестреляли ее. И на сегодняшний день 334 тысячи особей у нас. А вот тот мор, который случился? Это, с этим мором, конечно, очень много спорных вопросов, но основное это 180 тысяч, которые мы потеряли, это при пастеролезе в 2015 году. Вот 33-4 тысячи голов, это... А в судьбе на сегодняшний день. Несмотря на то, что случился море 180 тысяч. Это почти 40%. Ну, мы здесь еще не считали приплод в нынешний год. Поэтому мы думаем, что когда человек захочет, он может показать позитивную лень. Если захочет, то может. Я помню, вот 40 лет назад, или там 35 лет назад, 30 лет назад, мы с папой где-то вот в этих местах ловили рыбу. Я сам вообще люблю рыбалку нормальную, спортивную. Забрасываешь удочку и вот так вот таскаешь рыбу. Понимаете, в том же Кугольжино, здесь, на этих реках. А сейчас, даже в Кугольжино, почему потом? Во-первых, влияние человека экологическое, да? Во-вторых, мы все просто повылавливали. А кто занимается воспроизводством? Вот те же самые, еще раз скажу, что я считаю, необходимо вводить лицензионный сбор для тех, кто ловит рыбу. Промышленный лов, это понятно. Мы сейчас вас перебью, хотелось бы тоже высказаться. Что мы сейчас тоже работаем над законодательством. Это и по спортивно-любительской рыбалке, и по трофейной охоте, и по охоте вообще, и по дичеразведению. Буквально уже в законе о парковочном комплексе, мы уже с сената вышли, внесли поправки по ужесточению браконьерства. Вот это очень важно. И также мы внесли поправки по дичеразведению, и также вот эти поправки именно по выращиванию рыбы. То есть, вот тот же, не придумывая велосипед, то те же вопросы, которые вы говорите, вот сейчас филиандия, вы платите определенную цену, идете рыбачить, спокойно лицензию получаете. Вот эту программу тоже мы сейчас полностью уже разрабатываем. А как сейчас обстоит динамика с рыбными ресурсами у нас и с разнообразием рыбы? Ну, по рыбным ресурсам мы сейчас полностью, у нас работают три рыбопитомника. Это рыбные заводы, это Атрауский, Урал-Атрауский, Петропавловский и Хамштабахский, которые непосредственно занимаются зарыблением водоемов. Кроме этого, у нас есть и частники, которые занимаются зарыблением. В цифрах динамики, вот общие агрегированные цифры, сколько у нас биоресурсов есть рыбы? Ну, есть такое понятие ихтямасса. То есть, в каждом водоеме есть определенная, как бы правильно выразиться, это масса рыбы. Но ее стало у нас больше за период независимости или меньше? Ну, я вам не скажу, что ее стало меньше. Но есть факты, когда мы должны еще больше прикладывать усилия для увеличения рыбных ресурсов. Например, сейчас, если раньше судак не пользовался таким большим спросом, как он пользуется сейчас, потому что наш судак идет на экспорт в европейские страны, и почти вот в этих бассейнах, где водится судак, у нас возникает проблема. Вот лицензионный сбор, который Ярлан Маратович предлагает вести, он предусматривается в вашем пакете законодательства? Ну, вот на сегодняшний день мы ввели до 5 килограмм бесплатно спортивной любительской рыбалки. Но все равно еще есть много ляпов, которые мы должны отработать вместе с вами, с общественностью. И мы готовы к этому диалогу. Ну, вот просто простой пример. Когда рыбак собирается на рыбалку, он всегда заезжает в рыболовный магазин. И он допокупает и червя, и прикормку, там что-то, какие-то снасти докупает. Он тратит какие-то деньги в любом случае, понимаете? И на это не жалко. Ну, почему нельзя обязательно ту же тысячу тенге потратить на лицензионный сбор, на оплату? Потому что эти деньги, по идее, должны целевым образом идти на финансирование вот этих вот рыбопитомников. А эти рыбопитомники потом эти деньги просто выпускают сигалеток по осени, по весне, по даю. Ну, здесь мы сейчас уже вот эта цифровая цифровизация идет. Отличное решение. Вот именно вы сидя дома, по телефону, я хочу выехать на рыбалку. В какие места я могу выехать? Вот такой вот такой вы по телефону можете купить путевку, оплатить ее и выехать. Точно так же сейчас у нас же мы по распределению квот по охоте, да? Раньше вы ходили, например, в охотхозяйство или в терринспекцию, покупали путевки. Сейчас нет, вы заходите в ВИГУ в правительство, выбираете себе, на что вы собираетесь охотиться, вы покупаете. То же самое сейчас по рыбе мы... То есть вот просто я, наверное, чуть вперед забегаю, по цифровизации мы тоже за это хотим. То же самое охотопользование, да, например, охотопользование, охота рыбалка. Мы все это хотим сделать, как во всех странах, цивильно. Вот я правильно понимаю, что вот несмотря, безусловно, я максимально поддерживаю, что необходимо платить лицензионный сбор, необходимо жестко наказывать браконьерство. Но вот судя по инциденту с Айгаками, когда 110 тысяч поголовья умерло, судя по инциденту недавно в Атарал с мором рыбы, то есть могут произойти какие-то инциденты, которые могут чуть ли не на половину, 50% общего поголовья уничтожить. Ну смотрите, мы когда были на правительственной части в парламенте, мы внесли предложение, нас полностью поддержали, когда наш министр выступал, Макзум Маратович, то, что вот эти штрафы, которые были за экологические, чтобы эти же штрафы, опять же, выплачивались именно на восстановление тех же экологических проблем и тех же проблем. Вот мы что-то делаем, чтобы мор рыбы в Атарал, допустим, не случился? Ну конечно, мы над этим работаем, и не только мы работаем, но над этим работают и экологи. Почему был там мор, да, вот сейчас это показано, что это отрав суху выбросили в хлор. Сейчас эти судебные тяжбы идут, но на каждом бассейне есть территориальные инспекции, которые отрабатывают и смотрят, экологи, которые над этим работают, смотрят. Теперь по Урал-Отравскому бассейну мы ежегодно выпускаем до 7 миллионов именно тех рыб, это и осетвер, и сигалетки. И сигалетки мы выступаем в этот бассейн. Кроме этого, по ЖАЭКу и РИКе Кигаш мы запланировали много углубительной работы, на которые были выделены деньги, чтобы наша рыба могла спокойно заходить на нерест. Ирлан Маратович, в целом, как вы видите, правительством и уполномоченным органами делается весь возможный спектр работ, но мое такое ощущение, еще раз повторюсь, мы очень признательны за вот эту респонсивность, за то, что идет отклик. Тем не менее, мне кажется, все равно давление и общественное мнение, и гражданский активизм, они должны наращиваться, усиливаться. Нет, в первую очередь, без общества мы не справимся с распространением, но это в первую очередь, это наши гражданские долги. Вот мое, опять-таки, ненаучное, субъективное впечатление, все равно, даже если человечество и мы осознаем, понимаем, но тем не менее, мы сильно недооцениваем степень критичности нашего антропогенного, негативного антропогенного влияния на биоразнообразие, сохранение экосистем. И вот я очень рад, конечно, что глава государства полностью приостановил проект Кокжи-Аляу. Надеюсь, что эти земли переведут обратно в состав национального парка, для того, чтобы эту тему закрыть. И если деревья деревьям рознь, то есть есть САКСО, допустим, есть Тенчанские недели. Наверное, да. Так сказать, проживая такую ежедневную бытовую жизнь, вот эти повседневные заботы, мы, наверное, не думаем в экологии, по большому счету, потому что эта экология, само понятие, оно где-то там на пятом, шестом, на десятом месте. Совершенно верно. Когда первая будет экология, потом будет экономия. Да, потом это как-то незаметно, вот эта проблема даст о себе знать, если мы не будем этим заниматься. И даст о себе знать уже безвозвратно. И тогда уже дело, что это будет совершенно поздно. Поэтому аллоремизм оправдан. Нужно бить в колокола. Однозначно, я считаю, нужно занимать проактивную позицию и не только правительству, и гражданскому обществу. Но тут есть одно но. Я все-таки считаю, что любым делом должны заниматься профессионалы. Меня немножко смущают вот эти вот субботники, которые у нас проходят. Это дело, конечно, благое. Но я против того, чтобы дерево посадили, а потом про него забыли. И сколько таких деревьев после субботников погибает. Мы забываем про уход, про элементарный полив. Но это в городах происходит. То же самое здесь. И посадка деревьев, и углубление рек, и разведение, восстановление рыбных ресурсов. Везде этим должны заниматься, я считаю, профессионалы. Спасибо большое. Время нашей передачи, к сожалению, стекло. Я в заключении хочу сказать, что я категорически поддерживаю ваше предложение, что тема сохранения лесов, биоразнообразия водных ресурсов настолько важна, что имеет смысл ее поднять до уровня отдельной государственной программы. Сделать комитет не просто комитетом, а государственным комитетом лесного хозяйства и животного мира. Спасибо вам за участие в эфире. В своем послании народу Казахстана президент Касымжамар Токаев поручил правительству активизировать работу по улучшению экологии, расширению использования возобновляемых источников энергии и культивированию бережного отношения к природе. Также президент одобрил компанию «Брге Таза Казахстан». Эта акция впоследствии стала общенациональной. В ней приняли участие как государственные служащие, средства массовой информации, общественники, так и молодежные организации, волонтеры. И сейчас, как никогда, важным становится формирование культуры зеленого мышления у казахстанцев и в особенности у детей и молодежи. Но этим, конечно, необходимо целенаправленно заниматься, и это должно стать частью нашей национальной культуры. Надеемся, что так и случится. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok